Здравствуйте! Сегодня 7 января, а для очень многих сегодня один из главных христианских праздников – Рождество Христово. И в этот день мы желаем вам благополучия, достатка и, конечно, здоровья. В сегодняшнем выпуске «День за днем» мы узнаем, какой сюжет прошлого года набрал больше всего просмотров на YouTube и стал самым популярным. Поехали! Весна прошлого года запомнилась несколькими пожарами в Десногорске, досталась и городским общежитиям. Сюжет о таком происшествии показался вам интересным и справедливо получает бронзу. В сообщении о происшествии поступило на пульт 15-й пожарно-спасательной части города около 7-15 вечера. На место вызова незамедлительно выехали пожарные формирования. К моменту прибытия спасателей из окна комнаты на втором этаже вырывалось пламя. В коридорах пятиэтажного здания было сильное задымление. Был эвакуирован 41 человек. Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар был потушен в кратчайшие сроки. В результате происшествия 20-метровая комната, где был очаг возгорания, выгорела полностью. Пострадавших нет. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. 14 сентября Десногорску исполнилось 45 лет. Уникальная праздничная атмосфера была в тот день на улицах Атомграда. Ее участником стал, пожалуй, каждый житель. Об этом и был наш сюжет, который теперь занимает второе место. История Десногорска началась в 74-м году прошлого века. Тогда на берегу реки Десна приступили к строительству атомной станции. Рядом с ней и возник рабочий поселок. Статус города Десногорску был присвоен в 1989 году. А спустя 45 лет со дня основания, 14 сентября 2019 года, по-своему уникальный населенный пункт отметил свой очередной день рождения. Обширную праздничную программу открыло шествие коллективов городских организаций. В составе колонны были муниципальные учреждения, представители промышленности, строительство, здравоохранение. Все старались как можно более ярко и оригинально представить свое предприятие. Среди почетных гостей праздника был и глава области Алексей Островский. Поздравляя Десногорцев с Днем города, губернатор отметил, что здесь живут и работают целеустремленные, энергичные и жизнерадостные люди. Я очень люблю ваш город, очень люблю, очень люблю всех вас. Всегда с удовольствием сюда приезжаю. Хочется здесь подольше всегда быть и оставаться. И уезжать из Десногорска всегда очень не хочется. Я от всей души вас поздравляю с Днем города, вашего замечательного города, моего самого любимого в нашей области, после Смоленска, конечно. Всего вам самого-самого доброго, хорошего настроения, процветания вам всем и замечательному Десногорску. С праздником! Частью торжественного дня стало ежегодное обновление аллеи почетных граждан Десногорска. Врачи, водители, работники предприятий и активные граждане. 12 новых портретов профессионалов своего дела теперь украшают и вдохновляют каждого жителя Десногорска. Сердечно поздравляю вас с высоким признанием вашего добросовестного, плодотворного труда. Мы гордимся вашими славными делами, преумножающими силу и мощь Десногорска. Центром праздника стала летняя эстрада. Городской сквер вместил в себя развлечения для взрослых и детей на любой вкус. Концертом «Любимый город на Десне» местные вокальные коллективы показали как хорошо знакомые номера, так и новое творчество. Специальными гостями стали участники проекта «Десять песен атомных городов». Знаковый для городов расположение атомных станций концерт на «Росэнергоатом» музыкальный проект. В нем участвуют как профессиональные музыканты, так и представители научной интеллигенции и работники организаций. Позднее музыкальные номера представила кавер-группа «Джамп из Москвы», а также брянские артисты «Лиз» и «Лаплантия». А хедлайнером вечера стала Ольга Серябкина, известная под псевдонимом «Молли». Программа праздничного дня была закончена поздним вечером. По 22 часа город осветился ярким и продолжительным салютом. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Григорий Шилин, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Ну что же, вот мы и подошли к самому популярному сюжету за 2019 год. Сюжету, который обошел всех своих конкурентов, а их было более 500. На первом месте нашего хит-парада «20 самых-самых новостей Десна-ТВ» – противостояние двух школьниц Десногорска. В свое время эта история наделала немало шуму. Надеемся, девочки уже помирились. Первое место. Сюжет под названием «Недетская разборка». Почитать книжку, заняться спортом или провести время с близкими – некоторые школьники выбирают другой досуг. Видео, которое появилось поздним вечером 22 января в интернете, взбудоражило не только Десногорск, но и всю Смоленскую область. На кадрах видно, как толпа подростков, предположительно ученики 7-8 классов, окружила школьницу. Девушка явно в растерянности и не готова к обороне. Далее ситуация развивается стремительно. «Конфликтующие стороны встретились на этом самом месте. Короткая словесная перепалка и девушки группой атакуют свою сверстницу, сопровождая все это нецензурной бранью и оскорблениями». На видео жертва получает не менее семи ударов по лицу от своих мучителей. Особенно поражает реакция участников группировки. Зрители, среди которых были и юноши, не вмешиваются в конфликт. Будущие мужчины, защитники, лишь подначивают участниц с едкими комментариями и издевками. Школа номер один города Десногорска – одно из образцовых учебных заведений. Подобных ситуаций здесь никогда не возникало. Однако о проблеме подростковой жестокости здесь знают и дают случившемуся категоричную оценку. «Со стороны школы дети будут поставлены на учет внутришкольный, будут проведены беседы с родителями, беседы с детьми, будет усилен контроль за классными руководителями в целях воспитания и права сознания детей». 25 января состоится заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под руководством администрации города. Стоит отметить, что подобные случаи, к сожалению, происходят не только в России. За последние годы количество фактов проявления детской жестокости в подростковой среде неуклонно растет по всему миру. Инцидент в Десногорске в очередной раз показал – проблема детской жестокости действительно существует, и ее решение зависит не только от общества. Родители, как никто другой, могут скорректировать поведение своего ребенка, избегая накопления агрессии и ее проецирования на более уязвимых. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Вот таким был год на Десна ТВ. Наша работа – говорить о событиях в городе понятным и интересным языком. И, надеемся, с этой задачей мы справились. А впереди у нашего города еще много интересного, о чем мы обязательно будем рассказывать. На этом хит-парад 20-ка самых-самых новостей Десна ТВ за 2019 год окончен. Желаем вам успешного восстановления после праздников и бодрого начала рабочей недели. До встречи на Десна ТВ!